До Нового Года осталось всего ничего, а это значит, что в наших квартирах уже во все летает вкусный запах мандаринов и оливье. А ЮТВ снял для вас специальный выпуск новостей. Кто-то предпочитает кататься на коньках, а кто-то любит что-то поопасней. Так ребята с разных факультетов ПетрГУ приняли участие в соревнованиях по картингу. Давайте скорее на это посмотрим. В последнее время многие люди следуют на то, что в ПетрГУ циклически проводятся одни и те же соревнования. Отчасти неправильно это действительно происходит, но благодаря деятельности местных профбюро все чаще удается организовывать экстраординарные соревнования. Так, например, прошли соревнования по армбрестлингу, пауэрлифтингу, проводится боулинг среди первокурсников. А сейчас, благодаря профбюро ЕПИСНО проводятся соревнования по картингу, в которых команда ЮТВ тоже будет участвовать в лице меня. Но сначала немного матчасти. В общем и целом, картинг представляет собой гонки на картах, простейших без кузовных гоночных автомобилях. Само собой, соревнования проводятся на качестве на разных уровнях. Если говорить о спортивном картинге, то для многих гонщиков он является первой ступенью в автоспорте. И такие именитые пилоты Формулы-1, как Айртон Сенна, Михаил Шумахер, Фернан Далонсо и Себастьян Феттель, начинали свой победный поступь именно с картинга. Болида любительского картинга отличаются еще большим упрощением. Типичная прокатная карта обладает четырехтактным двигателем, мощностью до 9 лошадок и центробежным сцеплением. То есть сцепления по сути нет, оно автоматическое. Также здесь есть две педали. Газ справа и тормоз слева. Ройевое колесо, ну понятное дело, как у всех тачках, крутится направо-налево. Если вы хотите сдать назад, то нужно передние колеса крутить руками. Ну, вперед уже тяжелее. Экипировка выдается на время заезда в управляющей компании. Как говорится, любое удовольствие за ваши деньги. Собственно, встало время гулок! Погнали! Алексей, поясни структуру и условия участия в соревнованиях. У нас было три этапа. В первом этапе было три заезда. Это были отборочные заезды. Четверо из каждого заезда, четверо первых пилотов, занявших первые четыре места, проходят в следующий этап. Всего было участников 18, на втором этапе их всего 12. Во втором этапе тоже два заезда, тоже по шесть человек. И в финал из них вышло всего шесть человек, то есть по три из каждого заезда. Вы какие места занял на пьедестале по счету? Первое место занял у нас Альпирович Дмитрий, второе место занял Бурчинов Евгений и третье место занял Парыгин Валерий. Какие качества, на ваш взгляд, развивает автоспорт? Ну это, конечно же, грамотное движение на каком-то виде транспорта. Смекалку, также навыки какой-то безопасности при движении на довольно таких вот скоростях. Ну что, как погонял? Отлично погонял. Соперники весьма опытные люди. Либо сами когда-то участвовали, занимались, либо на автомобилях ездят. Какие впечатления от машины? Машина весьма слабовата, хоть и хорошее сочетание и скорости, и маневренности, ну, по крайней мере для этот раз. Ну, кому посвятил свою победу? Конечно, своему факультету. Пистех рулит. Конечно, мне еще очень далеко до профессиональных гонщиков, но тем не менее это очень круто, когда есть возможность погонять на треке, поскольку там куча эмоций, драйв, риск. Друзья, все силы в движении, но безопасность превыше всего. Поэтому удачи вам на дорогах. Пока. Впервые в стенах нашего университета прошел конкурс вокального и актерского мастерства «Один в один». На одной сцене собрались звезды зарубежной и отечественной эстрады, а победил Вадим Костенко в образе Noize MC. Поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, с наступающего, с Новым Годом! Мы желаем вам в Новом Году много удачи, чтобы исполнялись все желания, чтобы вы были здоровы и счастливы. Не забывайте смотреть ЮТВ и увидимся в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok